Здравствуйте, это новость телевью на НТК и мы начинаем. Известный казахстанский байер Лили Арах провела фэшн-викенд. Два дня в южной столице происходило что-то невероятное. Приехал представитель Александр Ватье. На минуточку, самые провокационные выходы в свет Беллы Хадид и Хайди Клу – дело рук французского дизайнера. Были также и другие иностранные гости. Не поверите, но это заинтересовало Кайрата Нуртаса. Отныне Лилия Робертовна будет проводить фэшн-викенды ежегодно. В перспективе сделать из этого неделю моды. Так байер празднует 20 лет работы в индустрии. Не все знают, но до карьеры Рах была простым учителем физики. Я преподавала в училище, я преподавала в школе. Была неплохим учителем, была пионер-вожатая в лагере. Но когда началась перестройка, открылись первые коммерческие магазины, меня тянуло к моде. Хотелось для людей искать что-то новое. Я его искала. И в обуви, и в одежде, и во всем. Именно Лилия познакомила казахстанцев с высокой модой. Потому и на свой ивент пригласила только иностранных хедлайнеров. Так на закрытии фэшн-викенда осенне-зимнюю коллекцию, вдохновленную северным сиянием, представил итальянский бренд MRZ. Лилия Рах очень известна за пределами Казахстана. Более того, она активно закупает наши коллекции. Поэтому я приняла ее предложение приехать сюда. Очень ярким получился мультибрендовый показ, стилизованный Лилия Рах и Алексеем Дженом. На подиуме показались 55 луков от Тома Форда и Сен-Лорана Александра Макуина и других именитых дизайнеров. Гостей также порадовала арт-выставка кутюрных нарядов от британского модного дома Марчеза. Удивительно, но помимо светских особ, мероприятия посетили многие казахстанские звезды. Себя мы, наверное, не можем назвать модниками. Но одеться со вкусом и удобно, комфортно. Это про нас. Меня сюда привела моя любимая жена Жулдыс. Лилию Рах я очень хорошо знаю. У нас было сотрудничество недавно. А с супругой мы теперь всегда будем появляться вместе. Дай бог, снова снимемся в кино. Пока мы гастролируем по Казахстану, она всегда рядом. Ну а финальным аккордом вечера стало лайф-выступление Райханы Мухлис.